День Ульяновской области День Ульяновской области Вариант для того, чтобы помочь Ульяновской области Вот все эти земли, для того, чтобы они В полной мере использовали бы Дену населения, людей Деловая программа второго дня была очень насыщенной Когда в Крокус-экспо завершалось Обсуждение передачи земель В здании Совета Федерации одновременно начались заседания Четырех комитетов На Комитете по социальной политике Сенаторы поддержали выделение федерального софинансирования на строительство нескольких важных объектов социальной сферы в регионе. Это строительство новых корпусов для онкодиспансера и психоневрологического интерната в селе Акшуат. Мы говорим при этом, что да, это может быть поддержка в проведении большого всероссийского мероприятия, такого как фестиваль скандинавской ходьбы, северной ходьбы. С другой стороны, полюса этого, это не просто массовое мероприятие, хотя это очень важно, популяризация здорового образа жизни, а это серьезные инфраструктурные проекты, без которых вообще говорить об акционном долголетии невозможно. Участие ТОСа в формировании комфортной среды обсуждался на Комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера. Первая инициатива – это все-таки общественное пространство, те же дренажные канавы, которые будут, ТОС может тратить деньги, и софинансировать так же своим трудом будет это все обустраивать. Вторая инициатива, действительно, что это уже, как сказать, поминуемый муниципалитет, эти денежные средства будут направляться напрямую на ТОС, это тоже большой плюс. Ульяновские инициативы обсуждались даже на Комитете по регламенту и организации парламентской деятельности. Казалось бы, его круг вопросов должен быть далек от региональной повестки. Этот комитет поддержал предложение сделать Ульяновск молодежной столицей Европы. После небольшого перерыва прошло заседание еще двух комитетов. Опыт Ульяновской области обещали обязательно включить в материалы для подготовки Госсовета по вопросам воспитания. Об этом договорились на Комитете по образованию, науке и культуре. А Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал предложение ульяновца в части оказания бесплатной юридической помощи населению. Ключевым заседанием дня стал Комитет по экономической политике. С региональными инициативами на нем выступал сам губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В Совете Федерации поддержали инициативу выделения федеральных денежных средств на строительство ульяновской области левобережной развязки президентского моста. Наш замечательный президентский мост, он, конечно, хорош, но он был построен 10 лет назад, и он оказался не в полном опеме, удовлетворяет население. Потому что без съездов, без возможности съехать и сразу оказаться, допустим, в новом городе, на верхней террасе, это, наверное, не очень комфортно. И некомфортно в том числе и нашим инвесторам. Поговорили о развитии других инвестиционных и приоритетных проектов. Надо развивать все, конечно, приоритеты, потому что в этом плане Ульяновская область, конечно, лидер. Но особо, я бы сейчас выделил, это портовая зона. Это очень важно, и развитие ее даст дополнительный тлачок, в том числе и по бюджету Ульяновской области, и по общему развитию. Все предложения на комитетах от Ульяновской области были поддержаны сенаторами. Продуктивный день закончился товарищескими матчами по футболу и волейболу между представителями Ульяновской делегации и Совета Федерации. В среду состоится пленарное заседание, на котором дадут заключение по всем региональным инициативам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова